Саша Черный, Красный Камешек, читает Павел Беседин. Дача стояла у леса. Жоржик скоро-скоро позавтракал и побежал к грядкам. Вчера он с дворником посадил горох. Надо было посмотреть, не вылез ли он уже. Но на грядках еще ничего не было. Жоржик поковырял палочкой землю, вынул одну горошину и опять зарыл ее. Потом он подошел к забору и стал смотреть в лес. За кустами качались елки, в канавке блестела вода, под можжевельником важно гуляли две вороны и о чем-то разговаривали. Пойду в лес, подумал Жоржик, только немножко вон до той березки. Подумал и пошел. В старом заборе одна доска совсем отвалилась. Пролезть сквозь дырку было нетрудно. Сначала одну ногу, потом голову, потом другую ногу. Вот и в лесу. По дороге к березке Жоржик два раза обернулся. Вон она, наша дача. Красная крыша, огромная. И голубь на крыше сидит. Дырку в заборе тоже было видно. Дошел мальчик до березки и сел отдохнуть. Минуточку посижу и домой. Здравствуй, букашка. Зачем по моей коленке ползешь? Он снял букашку, посадил ее на мох и сказал. Сиди тут, а то заблудишься. Посмотрел Жоржик кругом. Елочки скрипят. Верно, у них в середине такие пищалки, как у моего зайца. Подумал он. Мураши с дровами один за другим куда-то бегут. Как живая черная ниточка. Папоротники геланяются. Вверху тучки. Одна на Жоржика, похоже, дворника его, с белой бородой и трубка во рту. Светло и совсем не страшно. Ах, какая беда! Запищал вдруг кто-то в лесу. Жоржик испугался и вскочил. Какая беда! Кто меня пугает? Эй, помоги-ка мне, милый, опять сказал кто-то за кустами. Жоржик хотел было заплакать и пуститься во весь дух домой, но потом ему стало стыдно. Голосок был тоненький, жалобный, как у амишки, когда ей хвост прищемит. Чего же пугаться? Он ведь большой. Может быть, эта девочка в соседней даче заблудилась. Надо взять ее за руку и привезти домой. Кто там хнычит? Храбро спросил Жоржик. Это я. Старушка, пойди-ка, мальчик, сюда. Да где же вы? Спросил Жоржик и посмотрел кругом. Старушки нигде не было. Здесь, за канавкой. Вон там, левее. Жоржик подошел к канавке. И перебрался по сломанной елке на другую сторону. На кочке лежала маленькая старушка в синей коцовейке. Ноги ее попали в болото, и она никак не могла вытащить. Дергается, дергается, а ноги все глубже в болото уходят. Совсем как муха на блюдечке с вареньем. Жоржику стало смешно, но он удержался, рассердился на себя. Может, и старуха может рассердиться, может, она волшебница. Бабушка, — сказал он, — дай руку, я тебя вытащу. Где тебе? Руки-то коротенькие. Да и силы у тебя, чайка-ку, таракана. Гляди-ка, вон там под березой моя котонка. Достань-ка из нее веревку. Один конец привяжи к березе, а другой брось мне. Так, молодец, ну-ка, ух. Старушка крякнула, ухватилась за веревку, захрипела, покраснела и вытащила ноги из болота. Общистилась на кочке, отряхнулась и говорит Жоржику. Спасибо, огурщик, эх, ножки-то какие у тебя кругленькие. Что ж тебе подарить за то, что ты меня вытащил? Жоржик задумался. Верблюда подари маленького. Хе-хе-хе, верблюда, чудак-мальчик. Где я тебе верблюда возьму? Да и тесно ему, чаю тебя будет. Все грядки перетопчут. Постой-ка, сказала старуха. Она приложила руку к уху и посмотрела вверх. Куда ты, бабушка, смотришь? Спросил Жоржик. Вороны кричат, чтоб я уходила отсюда. Они тут под березой косточку зарыли, а мы им мешаем достать ее. Ладно, сейчас уйдем. Вот тебе на, закричал Жоржик. Как же ты знаешь, что они это про косточку? Знаю, хе-хе-хе, видишь, дружок. Старушка вынула из уха маленький красный камешек и показала Жоржику. Штучка небольшая, а в ней все дело. Вставил в ухо, и все тебе понятно. Как вороны разговаривают, как коровы, как разные букашки. Правда? И как слон говорит, тоже понятно. Все равно, хоть слон, только здесь слонов не водится. Бабушка, сказал Жоржик и схватил старушку за коцарейку. Ты спрашивала, что мне подарить за то, что я тебя вытащил. Подари мне этот камешек. Ну, пожалуйста. Старушка надела на плечи котомку, погладила Жоржика по руке и засмеялась. Ишь ты какой, проситель, выбрал. А я с чем останусь? Я тут в лесу, милый, без этого камешка, как лягушка без воды. Нет, ты что-нибудь другое попроси. Бабушка бриллиантовая, мне хоть на один день. Только поносить. Не потеряешь? Ни за что на свете. И никому не покажешь? Никому. Запищал Жоржик. Ах, как интересно. У нас есть амишка и козел-стрекозел. Огромный, больше тебя. И все под нос бормочет. Петух есть и тараканы есть. Погоди, погоди, сказала старуха. Заторопился. Ладно, до вечера дам. Поноси. Она сполоснула камешек в канавке, вытерла его белой тряпочкой и дала Жоржику. Маме тоже нельзя показывать? Спросил он. Маме можно. Только не говори, откуда достал. Секрет. А вечером, как ляжешь спать, положи камешек под подушку. Я приду и возьму. Как ты придешь? Амишка возле моей кровати на полу спит. Увидит тебя и цапнет. Не цапнет. Я сама кого хочешь цапну. Ну, мальчик, прощай, сказала старушка. Погоди, погоди. Стань-ка сюда. Она поставила Жоржика лицом к березе. Постой так с минуточку и не оборачивайся. Уж можно? Спросил Жоржик, когда старуха отняла руки. Нет еще? А теперь? Теперь можно. Закричала тоненьким голосом старушка из-за кустов. Жоржик обернулся. Старушка пропала. На ладошке лежал красный камешек. Маленький-маленький, как божья коровка. Жоржик быстро всунул его в ухо, подпрыгнул и бегом пустился домой. Под кустом можжевельника все еще разгуливали две вороны. Жоржик остановился. А ну-ка, а ну-ка. Ворона боком посмотрела на мальчика, отвернулась и сказала. Кра-а! Удивительно. Опять этот мальчик. Кра-а! Такой маленький и один в лесу гуляет. Другая ворона подумала и ответила. Кра-а! Странно. Жоржик расхватался, шаркнул ножкой и крикнул. Кра-а, сударыни! Кра-а, извините! Кра-а! Не ваше дело. Через полминуты он был уже в своем саду. В саду было пусто. Только на дорожке копался большой коричневый жук. Жук отдыхал после обеда. Грел на солнце спинку и не слышал, как подошел Жоржик. Цап! Попался! Сказал Жоржик. Сквотил Жука за грудку и приложил его к уху. Ж-ж-ж! Ужасно жмет! Зажужжал Жук. Лапками загребаю, животиком выгибаю. Сейчас вылезу. Ж-ж-жах! Ой, как щекочет, рассмеялся Жоржик и подбросил Жука кверху. Жук полетел и запел. Ж-ж-ж-жон, Жоржик на дорожке, а я вон где. Даша, закричал Жоржик, иди скорее сюда. Даша шла с ведром. Колодца и остановилась. Зачем? А я тебе покажу что-то. Да скорей же! Скорей! Вдруг Жоржик вспомнил, что он обещал старушке никому не показывать красного камешка. Нет, Даша, не надо, не надо. Я нарочно. Крикнул он и побежал к балкону. На балконной ступеньке лежала толстая собака Амишка. Жоржик сел на свою деревянную лошадь у балкона и стал ждать. Амишке было жарко. Глаза закрыла, пасть разинула, язык высунула, длинный такой язык хоть красным ботом завязывай. А бока так и ходят, как паровоз. Таф-таф! Пришла кошка. Села на Жоржиной качели, облизнулась, посмотрела на Амишку и мяукнула. Мурр! У Амишки одышка, а у меня нет. Амишка приоткрыла один глаз, посмотрела на кошку и захрипела. Р-р-р-р, ванная шуба. А ты беззубый, сказала кошка и запела. Мяу-муру, муха-муха, мяру. Укуси Амишку в ухо. Амишка открыла второй глаз и встала на передние лапы. Раз! Подразни еще, я тебе нос откушу. Кошатина! А ты собачатина. И подразнюсь, собаки ходят в намордниках, а кошки нет. А Амишка-кубышка, голова как шишка. Хвост как палка, в животе мочалка. Не достанешь, не достанешь. Кошка соскочила с качели и полезла на стоп. А Амишка улеглась. И не надо. Это у тебя в животе мочалка. Оттого ты и дразнися. Я сегодня утром суп с лапшой ела. Ага. И куриные косточки ела. А за обедом блинчики буду есть. И котлетную подливку. А тебе мою вчерашнюю обсянку дадут. Мама. Жалобно мяукнула кошка на столбе и выгнула горбом спинку. За что мне обсянку? За то, что дразнися, сказала Амишка и опять закрыла глаза. Кошка подождала, пока Амишка не захрапела. Слезла со столба и подошла к Жоржику. Мняу. Жоржик-коржик. Дай молочка. Не дам. Зачем дразнися? Я тебе сказку скажу. Интересную? Хм. Мур. Жили-были две мышки. Серые пальтишки. Жил еще кот. Бархатный живот. Подошел кот к чулану. Полизать сметану. Ан-чулан на задвижке. А в чулане мышки. Сидит кот перед дверцей. Колотится сердце. Войти нельзя. Вот и запел кот. Бархатный живот. Тоненьким голосишком вроде мышки. Эй, вы, слышь? Я тоже, мышь. Больно хочется есть. Да под дверь не пролезть. А у вас там много стаканей. Выможьте лапки в сметане. Да высуньте под дверку. Скорей, глухие тетерки. Я полежу. Спасибо скажу. Одна мышка и поверила. Высунула лапку. А кот цап со всех лап. Вытащил за лапку. Сгреб в охапку. И гам. Так всю со сметаной съел. Вкусно. Хорошая сказка. Сказка хорошая. А кот злой. Зачем обманывает? Сказал Жоржик. Мурлау. Я не виновата. Жоржик Коржик. Дай же молочка. Жоржик побежал к Даше. Попросил у нее молока. Налил в крышку от ваксы. И принес кошке. На. Скорей пей. Мне некогда. Молоко. Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Все до капли. Урлы, урлы, урлы. Запела кошка. И стала тереться о Жоржины коленке. То одним боком. То другим. Ишь ты какая ласковая стала. Подумал Жоржик. Ну. Остань. А я к козлу пойду. Козел стоял в темном сарае. Блестел глазами. Скрипел зубами. И середит и топал ногой. Когда Жоржик открыл дверь. Козел замотал бородой. И фыркнул. Фу. Жду, жду. Никто не идет. Привязали за рога. Фу. Темно. Муки кусают. И я так. Я и эдак. Ногами брык. Хвостом дрык. А они все кусают. Запутался. Фу. Даже почесаться не могу. Жоржик осторожно очень подошел ближе. Я распутаю. Ты меня не цапнешь? Нет? Мэк. Мэк. Эм. Попросил козел. Распутай. Не цапну. Жоржик распутал веревку. Погладил козла. И спросил. Скажите, козел. А чего вы такой грязный? Мэк. Грязный. Вымоет. Будешь знать. Козел расследился. Разбежался. Да как-то рахнет дверь. Бас. А Жоржику смешно. Крючок крепкий. Не соскочит. Ки-ки. Запищала вдруг крыса за дверью. Зачем же мылом козла мыть? Мыло-закуска. Я вчера у Дашиного мыла всю корочку объела. Ага. Хорошо. Шепнул Жоржик. Я скажу Даше, она вам всем задаст. Он пошел на кухню, но Даши на кухне не было. Пойду в спальню. Подумал Жоржик. Там мухи. В спальне было тихо. На кроватке Жоржика лежала его маленькая сестричка. Вава. Быстро перебирала ручками и ножками и что-то скоро-скоро говорила. Жоржик нагнулся к Ваве и стал слушать. Мня-мля-гля. Пля-мля-гля. Мня-гля-гля. Ничего не поймешь. Вздохнул Жоржик и подошел к окошку. Мухи верно тоже так мнякают. О чем им говорить-то? Жужжат себе и толкаются головой в стекло. Но мухи разговаривали. Да, разговаривали. Здесь нельзя и здесь нельзя. Заперли, заперли, заперли. Что ты делаешь? Где Жоржик? Спросила мама Жоржика, заглядывая в спальню. Я, мамочка, слушаю, как в ухе разговаривают. Как же они разговаривают? А вот иди сюда. Закрой глаза и дай ушко. Зачем? Засмеялась мама. Ты мне туда еще козявку положишь, да? Да нет, сказал Жоржик. Нет, не козявку. Нельзя сказать. Секрет. Готово. Слышишь, что мухи говорят? Слышу. Что же они говорят? Говорят, что Жоржику пора спать. Обедать? Спросил Жоржик. Ну, хорошо, пойдем. Только их надо выпустить. Пошли. Сказал он и раскрыл окно. Теперь давай опять ушко, сказал он маме. Готово. За столом Жоржик смеялся и болтал ногами. Никто не знал почему, а он знал. Кошка все время терлась под столом, а его ножки и мурлыкала. Мур, Жоржик, брось о Мишке кочерыжку, а мне косточку. А Мишка на нее из-под стола. Тебе кочерыжку, жадина. После обеда Жоржик побежал в сад посмотреть, где его петух. Петуха нигде не было. Ни в саду, ни возле кухни, ни под сараем, ни в чуланчике. Куда он спрятался? Подумал Жоржик. Обошел Жоржик в сад. И слышит, что за забором кто-то быстро-быстро кудахчет. Куда? 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 Чужой петух. Жоржик встал на скамейку и посмотрел. Соседский рыжий петух задрал голову и бежал прямо к мусорной куче. А три Дашины курицы бегали кругом кучи, хлопали крыльями и кричали. Ах, куда, куда? Красный разбойник. Ах, куда, куда? Да где же наш петух? Спросил Жоржик. Вот беда, вот беда. Караул закричал вдруг из-за сарая белый Жоржин петух. И широко расставляя лапы, бросился к рыжему. Как ты смел, как ты смел. Наскочил он и схватил рыжего за чуп. Рыжий вырвался, подскочил и ударил белого лапой в грудку. Так и смел, так и смел. Как ты смел, как ты смел. Опять налетел белый. Так его, так его, так его. Закудахтали в восторге курицы. А петухи взлетели на воздух, перевернулись через голову и кубарем полетели на землю. Жоржику стало страшно. Кыш, перестаньте, кыш, вот я вас. Он бросил в петухов палочку и ударил в ладошки. Рыжий петух вскочил, встряхнулся, побежал домой и сердито обернулся на Жоржика. Тоже ко-ко-ко-ко, не даст подраться. А белый петух взобрался на самый верх кучи, захлопал крыльями и закричал ему вдогонку. Кум, удрал, кум, удрал. Конечно, конечно, сказала самая толстая курица. Жоржик вывернул кармашек, бросил своему петуху крошки. Которые завалялись в кармашке. Потом соскочил со скамейки, запрыгал на одной ноге к беседке и весело запел. Рыжий с белым разодрался, белый рыжего вздул. В беседке Жоржик лег на стол и стал смотреть, как качаются веточки. Прилетали пчелы, танцевали над головой и пели. Зум-зум, где цветочки? Зум-зум. Прилетал знакомый коричневый жук и жужжал. Жоржик лежит, Жоржик лежит. Зелененький червячок пополз по руке, а когда пополз, дополз до плеча, до уха, Жоржик услыхал, как червячок чуть слышно зашипел. Сейчас шлепнусь, испугался, верно, что так высоко залез. Когда Жоржик вышел из беседки, солнце висело над самыми елками и было похоже на тот таз, в котором Даша варенье варит. Только чуточку покрасней. Глазки у Жоржика были совсем-совсем сонные. С пруда кричали лягушки. Краковяк, краковяк, краковяк. Ну, что это за краковяк, подумал Жоржик и вдруг вспомнил. Это танец такой. Как же лягушки на четырех лапках танцуют? Верно, становятся на задние лапки, как амишка. У балкона его встретила мама. Ты где был? В беседке. Что ты там делал? Слушал, как пчелки разговаривают. Мама улыбнулась и принесла Жоржику молоко. Молоко было вкусное и пахло, как горячая ватрушка. Опять прибежала кошка, заходила у ног и запела. Жоржик, коржик, дай мяу молочка. Не дам за то, что дразнися, сказал Жоржик и пошел спать. Мама его раздела и ушла. Жоржик долго не хотел закрывать глаза. Он все хотел дождаться старушки в синей коцовейке и хорошенько попросить ее. Пусть бы оставила красный камешек еще хотя бы на один день. Камешек положил под подушку. Но в комнате было тепло и тихо. А сверчок где-то близко у кроватки проснулся и запел. Цир, закрой глазки. Цир, закрой глазки. Цир, закрой глазки. Жоржик закрыл. Утром только проснулся. Сейчас же руку под подушку. Камешка нет. А вместо камешка лежит книжка. Звери в ней разные. Птицы, букашки, разные жучки. Все есть. И про всех написано. Как кто живет. Что ест. Как кто поет. Как жужжит. Как мяучит. Всех спрашивал Жоржик. И маму, и Дашу. И даже о Мишку. Да никто не знал. Кто книжку принес. Должно быть. Старушка. Кому же больше? Продолжение следует.